Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Краснодаре! Что вы делаете в Краснодаре, спросите вы. Мы сегодня приехали в машину лечить, она там стоит, стесняется, боится очень сильно. Я говорю, нечего бояться. Сурен это самый лучший врач, которым я был знаком. И, дорогие друзья, вот все спрашивают, почему не Анапа, почему не Анапа? Вот у меня крестный моей дочке прям очень сильно попал зубами, судился потом, возвращал деньги. Испытывать на себя не хочу. Вот я нашел своих подписчиков. Для съемки меня полностью экипировали в защитный костюм. И Сурен Арменович делает сначала осмотр всех зубов. Марий, чтобы принять решение, что мы будем сейчас делать. Лечение 47-го зуба будет проходить у нас два этапа. То есть первый этап мы убираем нерв, оставляем лекарство, закладываем лекарство в зубе и ждем две недели, чтобы в течение двух недель полностью ушел воспалительный процесс. Далее мы уже завершаем его лечение спустя две недели. Также у нас есть с вами другие зубы на лечение, которые также необходимо полечить. Это можно будет в процессе вот этих двух недель также полечить, чтобы спустя две недели уже завершить полностью лечение ваших зубов. Сейчас происходит обезболивание перед уколом. Мы когда ехали домой, очень сильно все обсуждали этот процесс. И вы можете увидеть, что во время укола Мария даже не дернулась от иголки. Это, наверное, самый такой важный момент, потому что это самое больное, что происходит во время лечения зубов. Губа, щека занемела? Нет еще. На нижней челюсть у нас анестезия наступает в течение трех-пяти минут. Сейчас дождемся полного онемения и продолжим. На верхнем зубе с правой стороны также есть кариес под пломбой. Его надо будет перелечить. И на пятом зубе также есть кариес под пломбой. Убирать кариесные ткани зуба, готовить полость под эндодонтию. Вот так вот, не больно вам? Сильно стараемся голову не запрокидывать. Вот в спокойном положении лежите, чтобы вам в дальнейшем также было удобно, не уставали. Вибрация. Сейчас мы с вами будем изолировать зуб от полости рта, чтобы во время работы у нас ничего в полость рта не попадало, так как будем работать агрессивными антисептиками. Отлично. Будете ощущать небольшое давление на зуб. Просто расслабим щеки и все. Я буквально капельку сделаю неприятного. Отлично. Теперь вы можете спокойно глотать слюну, прикрывать рот до первого контакта, только сильно не накусывать. Если вдруг со слюной не справляетесь, поднимайте руку, мы слюнасосом будем собирать. Хорошо? Сейчас вы можете широко не открывать, чтобы челюсть не уставала. Вот так вот. Готовим дополнительную изоляцию. Очень интересно наблюдать за всем этим процессом, как работает мастер. Я прям честно залипал. Зуб у нас находится под наклоном небольшим, поэтому от возможных протеканий растворов наших мы дополнительно изолировали жидким кофердамом. Полость рта, вода не попадает. Отлично. Далее при помощи спецприборов проверяются каналы непосредственно, чтобы там ничего не осталось. Все хорошо у вас? Угу. Мы сейчас будем заниматься удалением нерва, то есть автоматическим методом. Обратите внимание на звуки работы бормашины, потому что раньше для меня это был самый страшный звук. Проводим антисептическую обработку канала. Если вдруг у вас сейчас во рту будет горько, сразу поднимаем руку. Хорошо? Слюну стараемся не глотать. Следовательность действий повторяется, чтобы в зубе не осталось ничего, чтобы потом не было никаких воспалений. В этом зубе зачастую тут либо три, либо четыре. Это очень редкий случай. Как приятно наблюдать за мастером, который знает свое дело. И самое важное, что все движения настолько точные, отлаженные, и это просто невеальное ощущение. Мы сегодня с вами провели инструментальную обработку канала и медикаментозную обработку канала. Сейчас мы оставляем лекарственный препарат в корневом канале зуба сроком на две недели. И спустя две недели мы с вами встречаемся и продолжаем лечение зуба. Чуть-чуть пошире. Ну и все. Возможно, в течение сегодняшнего дня, после того, когда пройдет анестезия и завтрашнего дня, зуб будет вас чуть-чуть беспокоить. Это нормально, не переживаем. Если сильно беспокоит, принимаем любую обезболивающую таблетку. Хорошо? Хорошо. Будет просьба максимально беречь временную пломбу. Стараемся на эту сторону жесткую пищу не кушать. Последние действия. Мастер завершает работу. И Мария сказала, что она в восторге от всего того, что происходило. Говорит, таких, конечно же, ощущений у нее не было. Лечение зуба на сегодня мы завершили. У нас все прошло хорошо, все прекрасно. Зуб у нас под временной пломбой, под наблюдением на две недели. Через две недели встречаемся и завершаем лечение. Ребята, это процесс такой завораживающий. И самое интересное, я думал, мы тут где-то на час-два, буквально, сколько, 10-15 минут и все. Да, это все.